Производственный цех почти в 3 тысячи квадратов вырос за полгода. На Алтай пришел инвестор с другого региона. И теперь на нашей земле он выпускает соевые корма для животных, чтобы росли быстрее. Четыре бункера, каждую емкостью по 150 тонн. Запас сырья на производство рассчитан на 600 тонн. Стоимость проекта почти 95 миллионов рублей собственных средств компании. Кстати, откуда она держат в секрете? Сегодня запустили первую линию. В месяц будут выпускать 1000 тонн комбикорма. Через пару лет – 2000. А в планах все 8000. В России производство соевых кормов еще не развито, говорит директор компании резидента Валерий Мажилин. А следовательно, прибыльно. Завод только заработал, а уже ведет переговоры с иностранцами. Уже проведены переговоры. Сейчас очень заинтересованы китайские. Китай очень заинтересовался в нас. У нас есть одна особенность. Мы делаем полоножижную сою экструдированную. Она качественная. Мы не добавляем никакие в нее добавки. Получаем готовое сырье. Агрохолдинг, как резидент территории опережающего развития, получил ряд неплохих льгот. Нулевой налог на прибыль в течение пяти лет, нулевой налог на землю и имущество. А отчисления во внебюджетные фонды всего 7,6%. Помимо этой компании в крае еще 8 резидентов ТАСЭР. 5 новоалтайские, 3 в Заринске. Здесь не в количестве даже, а если вы соизмерите по числу людей, которые будут работать, то окажется, что в Заринске это примерно 290, а здесь пока по 233. Поэтому соотношение 6 и 3 надо измерять в другом, я думаю, измерении. И объем инвестиций, там только одна русская кожа вложила более 2 миллиардов рублей. Таких крупных инвесторов в Новоалтайске пока нет. Но в резиденты идут охотно, поясняет Анатолий Нагордов. И добавляет, что до конца этого года должны привлечь еще двоих резидентов. Сейчас рассматривают их документы. Но что это за инвесторы, пока не разглашают. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.